Привет, я Саня или Скифча, я начинаю стример на Твиче и ищу новую аудиторию. На моих стримах я играю в Fortnite и другие игры. Жду тебя на моих стримах. Ну а ссылка на мой Твич будет в описании под роликом. Хей, ународ, фунухвайся на канале Зайнадвенчер, и сегодня у нас будет обзор на мой новый LEGO Custom Гигантозавр. Кто? Кто обзывал Гиганатозавра Гигантозавром? Гиганатозавр это вот это вот, вот это вот огромная ящерица-убийца, но которая на самом деле, я не думаю, что была прям такой же убийцей, как вы все считаете, но все равно вот это Гиганатозавр, а вот это Гигантозавр. Одна буква, но два разных вида совершенно. Ну, в принципе, вы у меня давно просили Гигантозавра, еще до того, как я вам сказал не просить меня вообще ни о чем. Так что, в принципе, я его и включил в голосование последнее, и давайте же начнем обзор. Прошу, кстати, прощения у всех тех, чьи комментарии я удалил, кто писал там то, что правильно было Гигантозавр. Ну, вы просто полили конторы, и я как бы не хотел, чтобы у меня все заруинилось, поэтому я ваши комментарии удалил. Так что, прошу извините на меня. Ну, а мы переходим к обзору. Ну, и начнем мы его, как обычно, с головы, и вообще с того, из кого я делал фигурку. Я делал его из маленького брахиозавра. Я думаю, вы знаете такую фигурку на Алиэкспрессе, то есть можно найти там. И вот я как раз-таки взял его. Я ему шею из вертикального положения поставил в такое горизонтальное, потому что так она будет выглядеть более правильно. Также сделал ему другую, более правильную форму головы тут. Также я ему немного удлинил тело и сделал немного выше ноги, чтобы они были более похожими на Зауропода, и он не был как такса какая-то с длинным телом и короткими ногами. Ну, и также я ему сделал длинный вот такой вот хвост двухсегментарный. То есть я его сделал из второй части хвоста Гидоры, которую я тут залепил очень сильно, чтобы сделать такой вот более плавный переход. И также вот такой вот кончик хвоста. Можно, в принципе, его вот так вот поворачивать, и вот этот вот сегмент тоже. И менять положение хвоста как-нибудь. Поставим его на место. Ну, и в принципе, про фигурку больше особо сказать нечего. Могу сказать я про окрас. Окрас у него вот такой вот зелёненький с коричневыми пятнами, и вот таким вот белым брюхом. Окрас я нашёл в интернете. Вот такая вот картиночка. Мне она, в принципе, понравилась, и поэтому я решил вот в этот цвет покрасить гигантозавра своего. Я думаю, не все из вас знают, кто такой гигантозавр, и поэтому давайте я немножечко расскажу о нём. Итак, это маленький зуропод из юрских отложений Англии. В настоящее время вид гигантозавр Мегалоникс, вот который я тут попытался изобразить. То есть, да, гигантозавр это не вид, а род. А гигантозавр Мегалоникс это уже вид. Он помечен как номин дубиум, и считается возможным синонимом пилорозавра. То есть другого зуропода из семейства титанозавроформов, и как бы, да, он скорее всего сейчас не валиден. От него, тем более, там известно, по-моему, всего лишь пять костей. Впервые вообще гигантозавр был описан знаменитым английским палеонтологом Гарри Силли в 1869 году, как гигантозавр Мегалоникс, вот который как раз я про него сейчас говорил. В 1908 году палеонтолог Эберхард Фрас описал два вида зуропод из Танзании, которые он назвал гигантозавр Робусто и гигантозавр Африканус. Третий вид, гигантозавр Диксей, описал Сидней Хактон в 1928 году. Сейчас же он выделен в рот маловизавр. Описывая два новых вида, Фрас полагал, что название гигантозавра допустимо, так как на то время думали, что гигантозавр Мегалонис является младшим синонимом орнитопсиса. Позднее гигантозавр Робусто был переименован в... Я не знаю, как это произносится, но, короче, вот в это вот название. А гигантозавр Африканус в Торниере, которого некоторые ученые рассматривают как синоним барозавра. Так что, в принципе, разные виды гигантозавра могут, в принципе, оказаться вполне даже разными динозаврами из разных родов. Так что, скорее всего, этот динозавр уже давно не существует. Поэтому то, что я тут скукурузил, я предлагаю переименовать в Раесозавра Агриоенсиса. Ну, в принципе, как-то так. Но всё равно до конца видео я буду называть его гигантозавром, потому что так удобнее. Ну, а теперь я предлагаю посмотреть, как эта фигурка собирается. И этот кастом состоит из 8 частей. Давайте же начнём его сборку. Присоединим шею с головой к туловищу. Далее давайте поставим хвост, но его нужно собрать из двух частей. Присоединяем кончик хвоста к основанию. И готово. Как я сказал, этот хвост можно крутить. И теперь давайте поставим его на место. Ставим его сюда. И тут тоже можно его покрутить. Теперь давайте поставим ноги. Заднюю правую. Переднюю правую. Переднюю левую. И заднюю левую. И вот фигурка собрана. Теперь давайте сравним его размеры с другими фигурками. А для начала сравнения я поставлю сюда мини-фигурку человечка Оуэна. И, как вы можете видеть, этот зауропод очень даже маленький в сравнении с человеком. То есть он, конечно, гораздо больше, чем человек. Но всё же для зауропода это очень даже мелкие размеры. И как бы обычно зауроподы гораздо крупнее. То есть он получает всего лишь раз, два, три. Он всего лишь в четыре где-то раза больше, чем Оуэн. Ну и в высоту где-то в полтора раза. Ну а теперь давайте поставим каких-нибудь динозавров. Например, Диаблоцератопса. Который, в принципе, довольно-таки схож с ним по строению. То есть у них такое же примерно тело. Но у Диаблоцератопса немного выше, потому что я его тут пластинкой сразу удлинял. А тут я её вклеил внутрь. Но я также ему удлинял тело. Также ноги. Ну и немного хвост тут. Давайте поставим их рядом. Как вы можете видеть, конечно же, гигантозавр в два раза почти больше, чем Диаблоцератопс. Но если поставить их вот так вот рядом, то, в принципе, различия не особо сильно видны. То есть только вот у гигантозавра этот хвост выглядывает и шея. А в остальном они точно такие же. Теперь давайте по приколу поставим какого-нибудь более крупного Саратопса. Например, Трицератопса. Ставим их вот так вот рядом. И как мы можем увидеть, Трицератопс почти такой же, как гигантозавр. Вот этот вот. То есть даже я его вот сюда вот поставлю. Вот. И как вы видите, он совсем немного длиннее, чем Трайк. Но теперь давайте поставим какого-нибудь ещё английского юрского динозавра. Например, Метриакантозавра. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Но я очень люблю динозавров Англии. Мне они очень нравятся. Да, в принципе, как и сама Англия. Так что я буду делать больше английских динозавров. И может быть даже попробую сделать какую-нибудь английскую формацию в стиле Лего. Но, тем не менее, сейчас у нас обзор именно на гигантозавра. Ставим вот сюда вот так вот гиганта. И как мы можем видеть, Метриакантозавр уже гораздо больше, чем он. То есть он, во-первых, на целую голову больше. Так он ещё и гораздо массивнее и выше, чем гигантозавр. Но учитываем то, что это Метриакантозавр по игре Мириусского периода Эволюция. А следовательно, он тут гораздо больше. А в реальности он был бы прям очень маленьким. Типа, гораздо меньше, чем то, что у меня сейчас есть. Так что в будущем я, может, сделаю правдоподобного Метриакантозавра. Ну и, наконец, сравнение. Давайте поставим сюда Алора Титана. Чисто, чтобы сравнить его с гадрозавром какими-нибудь. Алора Титан давно у нас не появлялся в сравнениях, как гадрозавр. Поэтому поставлю его. И, в принципе, как мы можем заметить, он тоже гораздо больше, чем гигантозавр. Тоже из-за того, что он более массивный и высокий. И также он немного больше в длину. Алора Титан, как вы знаете, мой любимый гадрозавр. Жаль, вот в Англии нету большого количества гадрозавров. Там только он Мантелизавр один. Но и то он не Гадрозавр, а Игонатантит. Так что я еще сделаю кастом Мантелизавра. И так как это тоже малоизвестный динозавр, то в обзоре на него, когда я его сделаю, я про него расскажу так же, как и про гигантозавра. Ну, а теперь давайте посмотрим, как я делал эту фигурку. Как я уже искал, я делал этот кастом на базе маленького брахиозавра. Я распилил его тело напополам, чтобы удлинить немного. Также поставил ему шею в горизонтальном положении. Удлинил ему ноги. Сделал хвост из второй части хвоста Гидоры. И кончик вот из такой вот трубочки. Далее я все это залепил, но, к сожалению, не снял. Сделал скульпт небольшой на голове. Потом зашкурил фигурку и загрунтовал ее. Загрунтовал, как обычно, алкидным грунтом. Получилось вот так вот, то есть он полностью серенький такой. Сейчас основной цвет, а именно белый вот такой вот. На него я нанес зеленый. И потом уже начал добавлять детали. А именно вот такой вот коричневый тут по спине у него. Полосы коричневые. Немного коричневых пятен у него на шее. И зеленые пятна у него на задних ногах. Дальше я добавил ему глаза, покрасил когти и рот. Ну и после этого кастом готов. Ну, а на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то вы можете поставить ему лайк. Ну, а если вы не хотите пропустить следующих видео на моем канале, то подпишите на него и нажмите на колокольчик. Ну, а с вами был я, Зайнадвенчер. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok